МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Русская рулетка – это, пожалуй, единственная игра, которая дает верное представление об уровне человеческого развития. Этот уровень – механизм русской рулетки. Все, что выше – это наши знания. Все, что ниже – это неизвестность. И глубина этой неизвестности бесконечна. Четверо игроков нашего сегодняшнего шоу неминуемо отправятся в бесконечность. Но один станет победителем, потому что это русская рулетка. Игра, сыграть в которую существует целый миллион причин. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Я хочу представить вам наших игроков. Наталья Салманова, город Москва. Физик по профессии, мать двоих дочерей. Любит отдыхать в горах и местах, где можно поплавать. Хобби разведения экзотических цветов. Большое желание побывать в Провансе. Наталья. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Это правда, что вы видели НЛО? Да. Мне представилась такая возможность. Я однажды задумалась, почему я не вижу НЛО, в которых я верю. В это время я ехала в электричке. И я поняла, что я не вижу, потому что я не смотрю в небо. Посмотрев за окошко, я увидала необыкновенный сигарообразный объект, который точно был НЛО. Правда, я наверняка не знаю. Вы надеетесь на новую встречу с инопланетянами? Да, я в них верю. Я думаю, что это произойдет, а сейчас вам предстоит встретиться с вашими соперниками. Пока занимайте ваше место. Прошу. Алексей Чистяков, город Курс, 39 лет. Инженер. Любит охоту собирать грибы, купаться в море. Хобби чтения фантастики. Большое желание побывать на Канарах. Алексей, добрый вечер. Здравствуйте. Я знаю, что вы прыгали с парашютом. Парашют не раскрылся, но вам удалось приземлиться на землю. Как это произошло? По счастливой случайности. Это было зимой. С тысячи метров спрыгнули. Парашют не раскрылся. Основной, естественно, вокруг него запутался. Но была зима, я попал во враг. Там было много снега. Отделался одними синяками и ушибами. И у вас с тех пор не пропало желание рисковать? Ведь русская рулетка довольно опасная игра. Нет. Мне рисковать не пропало желание. Падать пропало желание. Ну что же, постарайтесь сегодня удержаться на ногах. Прошу. Елена Момотова. Город Киев. Студентка. Любит природу. Спортивные игры. Кобби. Танцы. Боится усачьих насекомых. Елена, добрый вечер. Здравствуйте. Вы принимали участие в настоящем рыцарском турнире. Скажите, пожалуйста, в качестве кого? В качестве прекрасной дамы? В качестве рыцаря. Серьезно? В доспехах и в мяче. С мячом в руках. А кто были ваши соперники? Все остальные рыцари. Мужчины? Да. У них поднялась рука? Нет, они все разбежались. Я поздравляю вас с победой в рыцарском турнире. Надеюсь, у меня будет возможность поздравить вас с победой в нашем шоу. Прошу. Надеюсь. Мурат Мухеддинов родился в Ташкенте. Солист национального оркестра Спивакова. Трубач. Лауреат международных конкурсов. Дети. Четыре дочери, один сын. Любит отдыхать в горах. Хобби. Гулинария. Мурат, добрый вечер. Добрый вечер. Вы аккомпанировали Владимира Владимировича Путину. Он играл на каком-лимпе инструменте? Нет, он дирижировал и пел. Его переводчик пел. Значит, было дело так. В прошлом году в Шанхае был ОПЕК. Шесть президентов страны СНГ собрались в Шанхае. Организация сотрудничества. Значит, Джан Замин взял инициативу на себя и сказал, как хозяин этой страны, я приготовил для всех президентов сюрприз. Пусть каждый президент возьмет, споет и продирижирует вот так. И он спел там «Подмосковные вечера», там «Калинька», «Как светит все», сделал все нормально. Но Владимир Владимирович хорошо поет? Да, прекрасно. А дирижирует? Особенно его переводчик здорово пел, он дирижировал. А я играл на трубе. Сегодня вы будете играть в наше увлекательное шоу. Надеюсь, вам понравится не меньше, чем выступать с Владимиром Владимировичем Путиным. Прошу. Спасибо. Кирилл Лукшин. Родился в Перми 22 года. Студент. Любит активный отдых в футбол, волейбол, хобби, танцы, музыка, девушки. Кирилл, добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если вдруг в финале нашего сегодняшнего шоу вы заберете у нас один миллион рублей, вы можете одолжить эти деньги кому-нибудь из своих знакомых? Я думаю, есть один такой человек. Кто? Это мой лучший друг, друг детства. А если он вдруг возьмет, а потом и не отдаст, вы можете испортить отношения с лучшим другом? Нет, я в нем уверен, он не подведется. Я верю ему как себе. Я верю в том, что сегодня удачи вас не оставит на нашей площадке. Прошу. Правила первого тура, уважаемые игроки, уважаемые телезрители, вам известны. Одна тысяча рублей в первом туре за правильный ответ. В случае ошибки все ваши деньги забирает участник, который задал вам вопрос. И вам приходится приводить действие механизму русской рулетки. В первом туре из шести ячеек пять являются безопасными, спасительными для вас. Но если после того, как вы остановите механизм, под вами окажется пустая ячейка, в этом случае... Ваше тело приобретет ускорение свободного падения незамедлительно. Потому что это русская рулетка. И вы знаете основное правило этой игры. Мы начинаем. Я привел в действие механизм русской рулетки. И сейчас мы случайным образом узнаем имя участника, который определит, кто из его соперников будет отвечать на первый вопрос первого раунда. Это вы, Елена. Итак, как переводится знаменитое восклицание Архимеда? Эврика. Прежде чем вы выберете, кто будет отвечать, я хочу, чтобы каждый из вас, уважаемые участники, получил по одной тысяче рублей. Лена, ваш выстрел, что называется, первый. Кто отвечает? Кирилл. Почему он? Ну, потому что мы с ним ровесники, и я думаю, ему не составит труда ответить на этот вопрос. Вы хотите подарить ему одну тысячу рублей? Ну, для начала, да. Елена, ваши радужные представления о дружбе и братстве на площадке русской рулетки очень быстро развеются. Это я вам обещаю. Итак, Кирилл. Понял. Нашел. Время. Насколько я помню, это было мокрое дело. Сидел он в ванне. И нашел в итоге. Искал, искал и нашел. И что же он нашел, не помните? А... Ну, там была история, грозившая ему неприятностями. Делал он корону для короля, насколько я помню. Три секунды. Нашел, нашел. Принято. Совершенно верно. Только он не делал корону, а его задача была определить, из чистого золота эта корона, либо она из сплава золота с примесями других металлов. Да, совершенно верно. Плюс одна тысяча рублей. Елена, вы подарили этот вопрос Кириллу, он заработал деньги, а вот мне кажется, что он, в свою очередь, постарается вас убрать с нашей площадки. Не знаю, как будет происходить дальше, давайте послушаем вопрос. Из какой посуды законы шариата не рекомендуют есть? Кто отвечает, Кирилл? Я думаю, Мурату будет близка эта тема, и ему будет легко ответить на этот вопрос. И поэтому вы хотите ему подарить. А почему нет? Это вопрос. Какие добрые, милые люди. Уважаемые телезрители, посмотрите, как изменится ситуация после первого падения одного из наших участников. Итак, Мурат. Подождите, я же еще не прочел вам варианты ответов. Вы лишаете меня работы. Таким образом, вы делаете мою личность, персону абсолютно бесполезной на этой площадке. Из глиняной, из золотой. Прошу. Из золотой. Почему? Не можете обосновать свой ответ? Потому что из глиняной всю жизнь, веками создались все посуды и... Я принял ваш вариант. Да, совершенно верно. По законам ислама, из золотой и серебряной посуды есть грешно. Да, вы правы. Плюс одна тысяча рублей. Какое воодушевление царит на площадке? Все отвечают верно, все зарабатывают деньги, но кто-то ошибется. Даже если никто из вас не совершит ошибки, уважаемые игроки, в финале первого тура, первого раунда один из вас покинет нашу игру. Помните об этом. Мурат, следующий вопрос будет звучать для вас. Какую часть растения цикорий добавляют в кофе? Кто отвечает на этот вопрос, Мурат? Кому вы его зададите? Знаете, вот напротив меня... Наталья. Наталья. И она будет отвечать по вашему решению. Это так? Наталья. Корни, стебли. Время. Я думаю, что это корни. Вы часто завариваете кофе? Я люблю кофе, правда не люблю кофе с цикорием. Но все-таки знаю об этом. Несколько раз просто доводилось пробовать. Я принял ваш вариант ответа. Да, абсолютно верно. Вы знаете, меня даже стало устраивать такая вольная, плавная, неспешная игра, в которой все игроки обогащаются. Потому что я знаю, чем закончится первый раунд. Там пульс каждого из вас, уважаемые участники, подскочит на несколько порядков. Плюс 1 тысяча рублей. Наталья. И возможность задать вопрос одному из соперников. Сидни Шелдон. Это мужчина или женщина? Кто отвечает? Я хочу, чтобы ответил Алексей, потому что вроде все уже вступили в игру. Алексея у нас пока нет. Я бы даже добавил, все уже успешно поиграли. Да. А вдруг Алексей возьмет, да и ошибется. Итак, Алексей, кстати, самый спокойный человек на площадке. Ваш пульс, 109 ударов. О, он начал расти. Вы волнуетесь. Итак, мужчина. Вариант 2. Женщина. Время. Так. Я думаю, что это мужчина. Не хотите просуждать? У вас 10 секунд. Сидни Шелдон. Сидни Шелдон. Сидни вообще это такое, очень на женское имя похоже. Ваш ответ. Мужчина. Принято. Да, конечно. Естественно. Алексей плюс 1000 рублей. И вы распоряжаетесь следующим вопросом. Он звучит так. Каким путем кровь возвращается к сердцу? Кто отвечает? Я думаю, отвечает Мурат. Почему? У него есть 2000, они бы мне пригодились. А 2000 есть у всех, кроме Елен? Кроме Елены. Я вижу. Мурат, может быть, не ответит на этот вопрос. Мурат, берегитесь. На ваши деньги уже покушаются. Мурат. Я готов подарить им. По венам, по артериям. Время. По артериям. Я не могу вам подсказать. Я могу вас спросить. Вы уверены, это окончательный ответ. Не хотите его изменить? По артериям. 7 секунд. По артериям. По артериям. Принято. 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 По венам. По артериям кровь идет от сердца. Итак, вы ошиблись. А, по? Минус. Наоборот. 2000 рублей. И теперь вам придется привести в действие механизм урискорулетки. Прошу. Скажите, пожалуйста, на всякий случай, вдруг, если вы покинете сейчас нашу игру, какая бы музыка, как вы бы хотели, должна звучать в нашей студии? Вообще-то я бы хотел бы, музыка не трагедийной была, чтобы праздничная музыка. И вот под эту праздничную музыку вы готовы исчезнуть. Ради друзей. И вообще, я хотел бы, знаете, если действительно я исчезаю, я бы очень хотел, чтобы все музыканты России, особенно трубачи, были счастливы и всегда им удачно. Шансы опять к одному. У вас будет еще возможность обратиться к трубачам всей страны. Вы остаетесь в игре. Вам везет. Мы исчерпали все вопросы первого раунда по правилам нашей игры. Участник, у которого больше всех денег, Алексей, это вы. Идите сюда, вы считаетесь спасенным. Вам не грозит опасность. И вы с этого безопасного места приводите в действие механизм. Прошу. И кто-то один из четырех участников неминуемо покинет наше шоу. Продолжение следует. Алексей, а приятно ощущать себя вершителем чужих судеб? Да, приятно. А знаете, я хочу вам сообщить еще одну приятную новость. Две тысячи, которые выиграл Кирилл, они не пропали вместе с ним. Их поделят все участники. Поровну. Алексей, прошу вас, вернитесь на ваше место. Я думаю, что ваш задор и готовность, и желание дарить друг другу деньги вместе с легкими вопросами испарились после того, как Кирилл покинул нашу программу. Первый раунд завершен. Впереди второй. Победил себя, жди реванша. Пока вы все победители. Вы во втором раунде. Две тысячи рублей за правильный ответ. Три варианта ответа. И две ячейки из шести теперь будут для вас губительны. Алексей, у вас четыре с половиной тысячи рублей. Вы лидер. Вы решаете, кто отвечает на первый вопрос. Какая королева рок-музыки разменяла седьмой десяток? Кто отвечает? Отвечает Наталья. Мне кажется, она меньше всех волнуется. Итак, Наталья. Мадонна, Тина Тернер, Шер. Время. Не молчите, говорите. Рассуждайте. Так легче. Я знаю, что Мадонна не разменяла точно. Тина Тернер тоже вряд ли. Десять секунд. А вот Шер. Я остановлюсь на Шер. Старушка Шер. Это окончательный ответ. Принято. Вы знаете, Шер не такая уж и старушка. Хотя она удаляет себе ребра. Делает огромное количество пластических операций. По сравнению с Тиной Тернер, которые уже за шестьдесят, Шер просто молодушка-хохотушка. Вы теряете деньги. И вы знаете, что во втором раунде шансы ваши на удачу уменьшились. Теперь они два к одному. Механизм не любит простоев. Он ждет. Прошу. Здесь, в отличие от первого раунда, где вероятность пять к одному, уже стоит призадуматься, а останусь ли я в игре. Не хотите на всякий случай что-нибудь сказать? Желаю всем игрокам успеха. Больше ничего не хочу сказать. Надо было добавить, и верю в собственную удачу. К сожалению, не верю. А надо было верить в собственную удачу. Фортуна не любит, когда ей не доверяют. Уважаемые игроки, помните это. Впереди у вас третий раунд, потому что второй на этом закончен. АПЛОДИСМЕНТЫ Ангельское терпение требует дьявольского самообладания. Будьте умны, удачливы, а главное, выдержаны. Вы в третьем туре. 3000 рублей за правильный ответ. Четыре варианта ответа. Три ячейки из шести являются пустыми. 7000 у вас на счету, Алексей. Вы решаете, кто будет отвечать. Елена или Мурат. Вопрос. В каком городе венчались звездная пара Пугачева-Киркоров? Кто отвечает? Я думаю, ответит Мурат. Он, наверное, этот вопрос знает. Ответ на этот вопрос. Ну да, он. На короткой ноге с Владимиром Владимировичем Путиным, может быть, он пересекался в своей жизни с звездной парой Пугачева-Киркоров. Итак, Мурат. В Москве, в Париже, в Иерусалиме, в Монте-Карло. Время. Вспомните, поговорите с нами, порассуждайте. По-моему, Парижи. Вы так считаете? Это ваш вариант ответа. Я могу его принять? Мурат? Да. Я принял его. Я принял его. На самом деле, если вы читаете прессу, которая пишет о звездах, вы должны помнить, что в Иерусалиме состоялось венчание звездной пары Алла Борисовна Пугачева-Филипп Бедросович Киркоров. Вы теряете всего лишь 500 рублей. Как это мало в сравнении с тем риском, которому вы себя подвергаете. Ваши шансы покинуть нашу игру один к одному. Три ячейки пустые, три ячейки спасительные. Прошу. А, кстати, с Аллой Борисовной Пугачевой вы встречались в жизни? Встречался. Может быть, общались по душам? Не удалось, к сожалению. Она так недоступна и так далека. Вы правы. Мы не заканчиваем наши встречи с вами, и вы остаетесь в игре. Поздравляем! Мурат, вам необходимо как можно быстрее вернуть потерянное. Для этого нужно отобрать деньги либо у Алексея, либо у Елены. Послушайте вопрос. Тонны какой ягоды ежегодно съедают участники и гости уимблдонского турнира? Кто отвечает? Мне кажется, пора женщине выступить. Право ответа на этот вопрос. Да. Это вы, Елена. Малины, ежевики, брусники, клубники. Время. Клубники не думаю. Малины тоже вряд ли. Малины, ежевики, мне кажется, брусники. А почему брусники? Мне просто интересно. Ну, это такая приятная на вкус ягоды. Я думаю, как раз ее можно съедать тоннами. Итак, ваш ответ? Брусника. Принято. Первый же шаг ваших логических рассуждений повел вас к пропасти. На уимблдонском турнире гости и участники объедаются клубникой со сливками. Это их любимое блюдо. Минус полторы тысячи. Стало много ошибок. В первом туре вы играли лучше. Итак, можете сказать спасибо Мурату за этот вопрос? Спасибо. Можете сказать спасибо в кавычках. Можете пожелать вашим соперникам выиграть миллион, либо провалиться в случае, если они ошибутся. Я желаю, чтобы удача сопутствовала тому, кому это сейчас больше всего нужно. Это больше всего нужно вам. Желаю удачи и Марату, и Алексею. Ну а я рада, что я здесь была. Были и остаетесь. Поздравляю! Вам везет! Точно так же, как вы прекрасно отвечали в первом раунде, сейчас начинается череда везения, цепочка, которую очень легко разорвать. Следующий вопрос. Какую шахматную фигуру противника спрятал Бендер, желая выиграть хотя бы один матч в сеансе одновременной игры? Кто отвечает? Отвечает Алексей. Алексей, вам не отвертеться. Алексей. Ферзя, коня, ладью, пешку. Время. Так. Коня прятали в другом фильме. Наверное, все-таки ладью. Ладью, я принимаю этот ответ. Я принимаю ваш вариант ответа. Принято. Да, конечно, здесь только что стояла моя ладья. Помните замечательную фразу «Позвольте, у меня все ходы записаны». Да, именно ладью, великий комбинатор, спрятал в карман. Плюс 3000 рублей. Сумма вашего выигрыша на данный момент перевалила за 10 тысяч, но берегитесь, ее могут легко отнять. Правда, сейчас вы вне опасности, потому что вы решаете, кто отвечает. Вопрос. Какую из этих стран называют Поднебесной? Кто отвечает? Я думаю, ответит Мурат. Потому что этот вопрос не очень сложный, и он его знает, а мы денег заработаем. Итак, Мурат. Непал, Японию, Китай, Вьетнам. Время. Китай. Вы были в Китае, и знаете, как называется эта страна? Ваш ответ. Окончательный ответ Китай. Или меняете его? Китай. Китай. Принято. Китай. Да, совершенно верно. Поднебесной называют страну, которую сейчас мы все с вами называем Китай. Плюс 3000 рублей. И маленькое печальное сообщение. У нас закончились вопросы третьего тура. По правилам игры, Алексей, вы как лидер считаетесь спасенным. Второй раз за эту игру. Идите сюда. Елена, либо вы, либо Мурат. Сейчас отправитесь в бесконечное путешествие в неизвестность. Прошу, Алексей. Давайте с вами пока поговорим. Пообщаемся. Тем более, что вам это не будет ничего стоить. Вы стоите на довольно прочной поверхности, ощущая почву под ногами. Вам понравилась сегодняшняя игра? Да, очень. Я доволен этой игрой. Вы ощущаете себя победителем, финалистом? Вы верите в то, что вы выйдете в финал? Ведь впереди четвертый раунд. Да, я уже верю, потому что остались двое из них, один из них я. Скажите, пожалуйста, если вы выйдете в финал, вы пойдете к миллиону, либо остановитесь на промежуточной сумме в 50, либо в 100 тысяч? Я посмотрю, с какого раза я возьму 50. Ну что же, осталось поговорить только о погоде и о пробках в нашем городе. Елена и Мурат волнуются, но давайте не будем испытывать их терпение. Субтитры создавал DimaTorzok Алексей, Мавр сделал свое дело. Прошу вас, вернитесь, Мавр, на свое игровое место. Помните историю об участии Елены в рыцарском турнире? Тогда все рыцари разбежались. На этот раз финал у истории был более грустный. Грустный для Елены. На этом закончился третий раунд. Мурат Мухеддинов, музыкант, Алексей Чистяков, инженер. Физики и лирики в бою за право стать победителем нашего шоу. Алексей, у вас денег больше, чем у Мурата, поэтому Мурат будет отвечать на первый вопрос. Какое комнатное растение ботаники именуют альпийской фиалкой? Герань, цикламен, бегонию, фикус, гортензию. Время. Ну, если честно говоря, нет никаких версий. Может быть, гортензия красиво звучит. Может быть, а может быть и нет. У вас есть время изменить ответ, либо остаться на этом варианте. Ваш ответ. Быстрее. Гортензия. Принято. Правильный ответ, цикламен. На самом деле, вам просто не повезло в выборе на удачу. Вы теряете 4,5 тысячи рублей. Я совсем забыл сказать в начале четвертого тура, что в четвертом туре из шести ячеек 4 будут пустыми. Ваши шансы на удачу. Один дум. Два шанса против. Один за вас. Вы уже приводили в действие механизм. Для вас это привычное. Отчасти привычное действие. Прошу. Прощай труба, надо сказать, да? На сию минуту. Желаю удачи Алексею. И вам. Ну, мне-то желать удачи, наверное, было излишнее. Я все-таки твердо стою на ногах. Хотя, как знать, если вы, Алексей, доберетесь до 1 миллиона, мы уравняемся с вами в возможности провалиться в бездну. Но об этом чуть позже. Я поздравляю вас с выходом в финал. И на этом объявляю о кончине четвертого раунда. Я. 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 Продолжение следует...